Кремль готовится к реальному удару. Об этом заявил президент Украины Петр Порошенко. Угроза вполне реальна, особенно в свете нынешних военных приготовлений противников вблизи границы Украины в Смоленской, Воронежской, Белогородской, Ростовской областях и в аннексированном Крыму, сказал президент. Он добавил, что наблюдается беспрецедентная милитаризация Черноморского региона и временно оккупированного Крыма. И сегодня мой гость, капитан первого ранга ВМС США в отставке Гарри Табах. И, собственно, с ним мы обсудим эту тему и другие. Гарри, здравствуйте. Здравствуйте. Спасибо, что вы пришли. Спасибо, что пригласили. Собственно, вот такое заявление по поводу масштабной угрозы, ну не впервые мы слышим. И сост президента Украины Петра Порошенко, и секретарь СНБО Александр Турчинов тоже уже несколько раз на протяжении этих пяти лет тоже об этом говорил. И, собственно, учитывая противника, да, Российскую Федерацию, этого можно ожидать всегда и в любой момент. Но сейчас, как бы вы оценили вероятность вот такого масштабного вторжения, да, и вот в частности открытия второго уже морского фронта? Я вам скажу такую вещь. Я не могу что-то оценить в будущем. Я не предсказатель. Но я могу оценить то, чего я не предсказал. Понятно я говорю? Допустим, я никогда не мог подумать, что Россия оккупирует Крым. Вот никогда бы. Никто не мог. Никто не мог. Правильно? Значит, теперь я никогда бы не подумал, что российские моряки, я знаю их очень много, многие из них отличные профессионалы, будут таранить буксир. Это сумасшествие сделать. И в истории, мне кажется, думаю, что такого президента нету. Поэтому предсказать, что они сделают следующее, я не могу. Единственное, что я считаю, мировое сообщество и Украина должны продолжать делать, это наставить на своих правах и пытаться пройти через Керчевский пролив. То есть вот то заявление, недавнее заявление. Да, извините. Многие говорят, что не надо провоцировать, не надо провоцировать. Но то же самое говорили, не надо провоцировать Гитлера с Чехословакии, не надо провоцировать Гитлера с его евреями внутри страны, не надо провоцировать сейчас Путина с Крым, не надо провоцировать его с Грузией, не надо провоцировать с татарами крымскими. И поэтому я считаю, что искать какой-то там компромисс или договариваться, ну это бестолго. Ну вот, собственно, секретарь СНБУ Александр Турчинов ранее заявил о том, что готовится проход украинских кораблей через Керченский пролив. Я напомню только для зрителей, что это уже планируется третий проход. Собственно, в ноябре состоялся вот этот второй проход, в результате которого у нас 24 военнопленных. Я бы сказал, что они не военнопленные, потому что если они военнопленные, они должны их содержать по Женевскому договору как военнопленные. Не то, что Россия не признает их военнопленными, да, это уже, конечно, другой вопрос. Да, и я бы назвал их заложниками больше, чем военнопленными или преступниками. Ну, они сами себя называют, да, как военные моряки, да, они сами себя называют военнопленные, отказываются давать любые показания. Ну, собственно, так, о чем гласит Женевская конвенция. Поэтому если они военно-пленные, должен судить трибунал, а трибунал их может только судить как военно-пленных, если они совершили военное преступление. Никакого военного преступления они не совершали. Поэтому я считаю, что из-за этой причины Россия хочет их судить как гражданских, которые нарушили по российскому понятию их границы. Но если они их будут судить как гражданских, то по какому праву Россия обстреляла гражданское судно? Тут не склеивается. И так не получается, и так не получается. Россия отцапала, условно говоря, не свою территорию, поставила флажок, будто это вот сейчас наша территория, а потом кто-то чужой как будто пришел, и они как бы защищали территориальную целостность, границы России. В ситуации с Россией, с российской пропагандой, здесь говорить бестолку. Там своя реальность, которую не понять. Но все-таки этот третий проход, тоже говорили в каком формате, как он должен происходить. Вот может на борту кораблей должны быть представители, я не знаю, опять же НАТО, или ООН, или ОБСЕ. Вопрос, согласятся ли они подвергать своих представителей опасности? Потому что опасности стоит ожидать. Как вы думаете? Ну, это военные люди в НАТО, его ОБСЕ, они так делают. Это наша работа, чтобы предотвратить большую угрозу, подставляя свою грудь, свою голову и защищать гражданское население. Это, если Украина не будет настаивать и не будет, как многие говорят, провоцировать свое право проходить по Керченскому заливу, я вам обещаю, следующее, что россияне сделают, они вас заблокируют по Черном море. Это уже понятно по их действиям. Тут только напор может быть с украинской стороны, но правильно надо в этот раз, чтобы присутствовали какие-нибудь представители. Сразу после того, как это случилось, этот таран случился в Керченском заливе, я давал нескольких интервью, я говорил, посадите меня на корабль, я пойду, объявите, что вот он уже не нужен американскому флоту, его уже обтравили в отставку, вот давайте тараньте его. Вот будут они таранить в этом случае или не будут? Потом же они же их протаранили, когда это явно видно, что эти корабли, этот буксир и эти катера уходят в открытое море. Значит, если они уходят, зачем вы за ними гонитесь? И вот по этому поводу, как-то вы сказали в одном из интервью, интересная цитата, поэтому я озвучу. Нельзя договариваться с Россией. Я считаю, что с крокодилами договариваться нельзя. Вы можете сидеть возле болота, уговаривать крокодила стать вегетарианцем, потому что это полезно для его здоровья, все лягушки будут живы, но он будет лежать там и вас слушать до тех пор, пока вас не съест. Если сейчас никак не реагировать на атаку россиян в Керченском проливе, то РФ перекроет Черное море. По поводу перекрытия Черного моря, вы уже сказали, что по сути к этому идет, и я думаю, что это один из пунктов плана Путина, когда он только планировал вторжение в Крым. Вот это мне интересно. Если сейчас никак не реагировать на атаку россиян в Керченском проливе, но как-то уже по-разному отреагировали, как вы считаете, достаточно ли, и что еще можно сделать, как еще можно отреагировать? Пройти через Керченский пролив. Пока вы не пройдете через Керченский пролив, все остальное не считается. Все американские санкции, все отмены встречи, после этого же отменилась встреча между Путиным и Трампом. Трамп отменил встречу. Насколько силен ваш президент Порошенко, сумел отменить встречу между Трампом и Путиным. Поэтому пока вы не пройдете туда-обратно, не будете иметь доступ к своим водам, то все остальное пока не работает. Ну и вот по поводу того, что происходит, да, в Катуре Черного моря увеличивается присутствие кораблей НАТО. Да, вот не так давно американский ракетный эсминец Дональд Кук вошел в Одесский морской торговый порт, также в Черном море и другие корабли НАТО, там, стран Болгарии, Румынии, Турции, Германии. То есть Россия все время работает на то, чтобы Украину, ну, как бы сделать все дальше и дальше от НАТО, да, и в общем невозможно эту перспективу вступления Украины в альянс. Но реакция обратная, да, что учитывая то, что делает агрессор, НАТО все ближе и ближе становится к Украине. Да, хотя бы с политической и дипломатической точки зрения это так. С военной точки зрения я не уверен, что НАТО нужно для Украины, с военной точки зрения. Ну, для политической и дипломатической, конечно, да, потому что у нас, допустим, есть отношения, со странами НАТО, которые совсем нехорошие, допустим, Турция, очень натянутая с нашим одним из лучших друзей Германии, да, и многими другими странами, а странами, которыми у нас нет, они не в НАТО, у нас отличные отношения, как с Израилем, как с Южной Кореей, как с Японией. Эти страны не в НАТО, но все прекрасно знают, что если враг атакует эти страны, то Америка не будет стоять и просто за этим наблюдать, особенно с нынешним нашим президентом. Поэтому я считаю, что да, конечно, надо Украине все время пытаться добиться того, чтобы она вошла в НАТО. На сегодняшний день это звучит как миссия невозможная, потому что оспоримые границы есть. Если есть оспоримые границы, по пятому параграфу НАТО вы не можете вступить в НАТО. Поэтому одна из причин, почему Путин напал на Украину и на Грузию, это чтобы они не смогли вступить в НАТО. Но с другой стороны, если вы не хотите, чтобы страны вступали в НАТО, то вы их не атакуйте, потому что чем больше вы их будете атаковать, тем больше они будут пытаться вступить в НАТО. Ну и третье, что я хочу сказать, это то, что да, миссии неисполнимые, но до этого тоже были миссии неисполнимые, смотря на Украину. Это безвыездовый режим Украина получила, да? Да, это многие говорили, они с ума сошли, никто украинцам не даст, украинцам. Да, украинцам никто не даст, да. Украинцам не даст. Меня все время поправляют, я не там ставлю удаление. Украинцам. Ну это не самое страшное. Страшнее, когда говорят на Украине, да? Вот в РФ любят говорят на Украине, да? Некоторые украинцы говорят на России, например, что неправильно. Да, чтобы это была у нас самая большая проблема. Да. И, допустим, то, что Украина смогла отойти от Российской православной церкви. Тоже это было... Предоставление Томаса. Да, тоже было, все думали, вот от этого-то гиганта, как вы отколетесь? Никак, это же очень сильное, богатое сообщество, церковь. Но у Украины это получилось. Поэтому я не удивлюсь, если в какой-то момент Украина вступит в НАТО. А насколько важно вот на этом пути и в этом контексте то, что уже украинский парламент проголосовал за инициативу президента, и в украинской конституции уже сейчас прописано, да, вот этот неизменный курс Украины, неизменный вектор, да, в НАТО и Европейский Союз. Опять же, это дипломатия, опять же, это как-то символически. Насколько это важно? Ну это символически, знаете, все символически. Наше летальное оружие, что мы передали Украине, это тоже символически, потому что на сегодняшний день у Украины достаточно летального современного оружия. Некоторое даже лучше, чем то, что мы передали. Это все символически, но это, конечно, показывает России, что что бы вы ни делали, как бы вы нас не бомбили, как бы вы нас не пугали, как бы вы нас не блокировали, мы все равно идем в сторону цивилизации, в сторону стран, цивилизованных стран, которые между собой не воюют, которые не нападают на своих соседей. И что бы вы ни делали, у вас ничего не получится. И это проголосовало ваше правительство и ваши избранные представители от народа. Я знаю, что, может быть, сейчас многие там зрители говорят, что он болтает. Я говорю это, потому что я правда вижу, что у вас есть вот эта базовая демократия, есть демократические институты. У вас разные журналисты, разные каналы. И у вас до сих пор вы не знаете, кто будет президент. Да, это интрига, никто не знает. И даже я вам скажу, что делать ставки мало кто берется, потому что... Это очень большой показатель демократии. Когда в парламенте дерутся, плюются, кидаются в друг друга. Когда люди спорят все время, говорят, нет, за этого, нет, за того. Ну да. Это большой показатель, но стабильности нет, конечно. И знаете, вот что интересно, вот последнее, о чем бы хотела у вас спросить. В свое время вы занимали пост представителя НАТО в России. Да, и когда, знаете, говорят, что умом Россию не понять, и вправду где-то отчасти так оно и есть. Я думаю, что некоторые процессы, которые происходят, для вас более понятны, поскольку вы как бы в этой среде работали. Если взять даже вот это нападение на украинские буксиры, да, то почему была эта открытая военная агрессия? Почему они это сделали? Первый раз, скажем, пропустили, да, условно говоря, второй раз это произошло. И, собственно, то, как все происходит, там, стратегия, тактика, да, и в отношении Крыма, в отношении Донбасса, да, ну вот этот морской регион хотя бы мы с вами обоговорим. Вы видите какую-то, да, вот реально стратегию и тактику? Или на самом деле действуют, вот исходя из ситуации? Нет, это как у вас говорят, там, многие бегут впереди паровоза. Путин, может быть, даже и не знал про это. Но настолько жесткая вертикаль, настолько они смотрят ему в глаза и пытаются предугадать, что он имеет в виду. Я вам гарантирую, что товарищ Сталин ни одного убийственного приказа не отдавал. Я уверяю вас, он нигде не подписался, что надо расстреливать там или убивать, или столько-то человек. Они предсказывали, что это он, они слышали, он там говорил, он, наверное, сказал, товарищ Троцкий почему-то очень плохо обо мне отзывается, нехорошо, некрасиво это. Все, НКВДшники брали, бежали и убивали товарища Троцкого. Ну да, между строк они прочитали это, что... Поэтому, я думаю, там происходит то же самое, поэтому из-за этого хаос. Никакой стратегии я не вижу, да и стратегически ничего не... Крым не имеет никакого стратегического значения в Черном море. Черное море окружено натовскими странами. Зачем еще иметь... В Крыму у них была база. Зачем это сделать? Зачем из... Знаете, все цивилизованные страны, из курортного города делают военную крепость. Вот что Россия сейчас делает. Она из Крыма делает крепость. Хотя это могла быть процветающая, красивая, куда со всего мира слетались люди отдыхать. Да, ну вот сам Крым по отдельности, конечно, он такого, может, стратегического значения не имеет. Но вот вся Украина, да, в контексте восстановления, возрождения вот той большой Российской империи, да, вот как в голове Путина, вот это уже, конечно, другой вопрос. Я считаю, чтобы ответить на ваш вопрос, чтобы было более ясно, это была такая стратегия у Советского Союза, допустим, на Ближнем Востоке создать войну между арабами и изольтянами, чтобы там все время шла война. Почему? Потому что цены на нефть тогда держались наверху, и с этого жил Советский Союз. То есть сегодня немного это все поменялось, но сегодня, вот, я думаю, Путин все это делает для того, чтобы он создает проблемы везде, в мире, там, пусть будет Сирия, Украина, где угодно. А потом он говорит, вы без меня эту проблему решить не можете. Да, и помогает решать эту проблему. Он же говорит, я же против войны, я же хочу остановить войну, я же хочу помочь, поэтому давайте со мной решайте эту проблему, я помогу. Спасибо вам за этот разговор. Я напомню зрителям, что гостем программы «Лицом к лицу» был капитан первого ранга ВМС США в отставке Гарри Табах. Я, Христина, остается с вами прощаюсь, но вы оставайтесь в ЕТВ, потому что именно здесь найдете информацию о самых важных и точно самых интересных событиях, происходящих в Украине. Редактор субтитров А.Семкин